Привет, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнер. В последние дни и недели, а также даже и месяцы, украинские войска наносят очень успешные удары по дальним тылам России, как на международно признанной российской территории, так и на оккупированных территориях Украины. Горят склады, штабы, командные пункты, высокоценная военная техника, скопление личного состава. Все эти удары мы знаем и по оккупированному Крыму, и по оккупированному Луганску, и там, и там стратегические системы ПВО взлетают на воздух, как, впрочем, и в Белгородской области, а на Куршине что происходит? Там горят и пункты управления ФСБ, там горят и те же Буки, бьют их ДжМЛРС, а также бомбами, а также дальнобойными специализированными украинскими дронами Камикадзе, типа украинский Ланцет. Но, к сожалению, и у врага есть определенные успехи в уничтожении уже в глубоких тылах Украины, ее высокоценной техники. И об этом нельзя молчать, потому что нужно понимать, какой ценой достается победа Украины. А во-вторых, на самом деле, нужно доносить до западных партнеров, что и украинские войска тоже несут потери, и что их нужно срочно компенсировать. И если мы будем молчать, то, разумеется, западные партнеры будут полагать, что ВСУ и так справляются. Итак, нужно поговорить о той брешек, которая образовалась, похоже, в Полтавской области, а конкретно в городе Миргород. Дело в том, что в последние три дня враг наносит там один за другим удары искандерами по важным военным объектам Украины. Что ж, давайте разберем, что же происходит, в чем причины и как купировать эту ситуацию. Итак, впервые стало понятно, что в Миргороде происходит что-то не то с точки зрения защиты воздушного пространства, когда враг накрыл искандерами аэродром, который на тот момент был заполнен буквально украинскими истребителями. Шесть штук таковых стояло, когда туда пришла боеголовка искандера с кассетными боевыми частями. Враг смаковал это видео и рассказывал, что якобы при ударе были уничтожены шесть Су-27. Это не так. Наблюдатели подтвердили уничтожение только одного Су-27. Что с остальными пятью? Точно неизвестно, но, вероятно, они, если получили какие-то повреждения, то эти повреждения можно залатать. Возможно, даже пострадало лишь несколько самолетов, а остальные в целости. В любом случае специалисты, то есть личный состав, не пострадали. Далее самолеты, как я понимаю, все пять штук были выведены оттуда. Значит, соответственно, они тоже так или иначе в рабочем состоянии. Но что произошло на следующий день? Снова удары искандерами ровно по этому же аэродрому. И снова накрывают авиацию Украины. На этот раз, похоже, повреждение получил самолет МиГ-29. Он стоял под крышей, которая должна была бы защитить от российского ланцета, но она не защищает от кассетных боевых частей искандера. А на третий день происходит удар российским искандером по системе ПВО типа С-300 в Миргороде. И хорошо, один раз бывает случайность, два раза это уже закономерность, три раза. Это уже называется катастрофа. Итак, давайте разберем причины, почему буквально три дня подряд Миргород подвергается ударам. Что ж, первая главная причина это то, что над Миргородом, как, впрочем, и над многими другими украинскими территориями, похоже, частенько висят вот те самые дальние российские беспилотники-разведчики. Почему они в принципе там висят? Ну, для начала нужно обратить внимание, что у многих из них способность видеть достигает нескольких сотен километров. И, таким образом, они не обязательно должны висеть непосредственно над таким городом, как Миргород. Но, впрочем, многие говорят, что часто наблюдают в небе беспилотники России и просто ничего не могут с этим поделать. Но почему же не уничтожают его в Украине? Почему же украинцы терпят засилие дальних беспилотников России над своими территориями? И здесь главная причина это острая нехватка ПВО. Причем не любых ПВО, а именно ПВО ближнего радиуса действия, так называемых тактических ПВО. Вторая причина это то, что Украина почему-то не задействует специальные самолеты, типа кукурузника. В Одессе они довольно неплохо действуют. Я говорю о Як-52. Сам Як, как таково, это гражданский самолет, но, собственно, с него очень удобно как раз-таки расстреливать вот такие велосипилотники, как те же «Орланы». Почему? Да потому, что сам самолет на самом деле тихоходный, и он может достаточно легко подстроиться по скорости не менее тихоходного «Орлана-10». Там сидит второй специалист, который расстреливает из пулемета вот такой вот «Орлан». Да, немножечко похоже на Вторую мировую войну, но новое это хорошо забытое старое. И Як-52 себя показал в небе над Одессой достаточно успешно. Украинский эксперт Александр Коваленко, который как раз-таки живет в Одессе, задает вопрос, а почему же никак не распространить такую практику и на некоторые другие регионы Украины. Итак, значит, получается нехватка ПВО и нежелание по какой-то причине задействовать вот такую вот пилотируемую тихоходную авиацию, которая могла бы расстреливать подобные беспилотники. Но здесь, конечно, есть очевидно и недоработка украинского командования. Я, разумеется, ни в коем случае не берусь тут критиковать кого-то. Тем более, что, как правильно заметил бывший спикер ВВС Украины Юрий Игнат в своем посте по поводу произошедшего с ударом по аэродром Мирград, на самом деле, все мы должны быть благодарны украинским войскам, украинским специалистам ВВС за их работу, потому что, по его словам, они делают вообще все, что только возможно вот в тех условиях, которые существуют в Украине. Эти условия чрезвычайно тяжелые. Авиация постоянно перемещается между аэродромами, чтобы ее невозможно было засечь и эффективно и быстро поразить. Но, тем не менее, все-таки нужно понимать, что Мирград расположен относительно близко к линии фронта, и Искандеры туда добивают. Туда же достаточно легко добираются вот те самые разведчики России. Так зачем же туда перебрасывать одновременно шесть самолетов типа Су-27? Разумеется, можно, конечно, перемещать между украинскими аэродромами сколько угодно самолеты, но зачем это делать, пусть даже на непродолжительное время, на таком аэродроме, как в Мирграде, да еще и сбрасывать там сразу полдюжины вот этих самых Су-27? Совершенно непонятно, учитывая, что у Украины есть десятки аэродромов, в том числе и достаточно далеко в западной части. Понятное дело, что, конечно, это часто связано с тем, что у старого советского авиапарка Украины нет запаса большой дальности, поэтому им приходится приземляться, дозаправляться на вот таких аэродромах, как Мирград, для того, чтобы взлетать оттуда и выполнять оперативно задачи на фронтах. Но, тем не менее, на мой взгляд, если уж цена такова, то ни в коем случае не стоит рисковать. В конце концов, в воздухе Украина ведь добилась успеха, и, как мы видим, фактически за многие месяцы Украина не потеряла практически ни одного такого самолета. Нужно обратить внимание на другую причину. Это количество предателей среди обычного украинского населения. Только взгляните вот на эти скрины. Эти конкретные женщины хотели устроиться в итоге на работу в службе внешней разведки России. Вся их переписка об этом свидетельствует, как вы видите, из этих скринов. И вот таких историй каждый день буквально. То есть ежедневно СБУ ловит очередных предателей. Предателей, которые сдают своих собственных соседей, сдают военные объекты, сдают украинских военных, наблюдая за ними, наблюдая за военной техникой, проводя в пользу противника визуальное наблюдение. И часто за крайне незначительное вознаграждение. То есть, условно говоря, я могу легко допустить, что велось визуальное наблюдение кем-то из российских агентов, то есть украинским же гражданинам рядом с этим аэродромом. Он слил информацию о том, что прямо сейчас на этом аэродроме скопилось одновременно полдюжины самолетов, можно наносить удар. То же самое насчет МиГ-29, то же самое я допускаю и в отношении вот тех самых С-300. Кроме того, возвращаясь опять же к некоторым недоработкам, вероятно, в планировании, я хочу обратить внимание на систему С-300, если быть точным, это система С-300ПС, которая попала под удары Искандера. И здесь должен согласиться с украинским военным экспертом Александром Коваленко, который задает вопрос, а зачем вообще эти старые системы С-300ПС, которые не способны перехватывать Искандера, то есть баллистические ракеты, перебрасывать в Мерград, делая их целями для подобных ударов. Ну и он указывает также на другой момент. С такими в кавычках успехами нам не то, что Патриота бессмысленно передавать. Вы не спрашиваете, почему самолетов Ф-16 до сих пор нет. Потому что, говорит он, нет возможности создать эшелонированную ПВО для прикрытия хотя бы одного аэродрома, и при этом на столько сложных условиях острова дефицита кто-то еще принимает решение, которое тянет на премию Дарвина с катастрофическими последствиями. Говорит он, имея в виду, опять же, переброску С-300ПС, которых и так не хватает, в район, который регулярно подвергается ударам. Ну и далее, цитирую его. Отдельный вопрос. В Полтавской области не хотят решить проблему с разведывателями БПЛА посредством, например, легкой авиации, какой-нибудь Як-52, чтобы вылетал на перехват? Дело не только ведь в собственной ПВО или в авиации. Украина достаточно быстро теряет свои высокоценные объекты в области радиолокационного оборудования. Коваленко тот же пишет, что с начала года силы обороны Украины потеряли уже 18 единиц радиолокационных станций П-18. Да, это старые советские станции. Но тем не менее, у Украины и таких нету. Здесь каждая единица оборудования, пусть даже старого, идет на счет золота. Особенность этих потерь, говорит Коваленко, заключается в том, что каждая из них была верифицирована путем визуального наблюдения. Далее, говорит, почему об этом следует говорить? Потому что, говоря только о потерях врага на третий год войны, мы отдаляемся от наших собственных проблем, и решение наших проблем, которые находятся в руках, я цитирую опять же, тормознутых международных партнеров, отодвигается еще дальше. Когда мы говорим о том, что нам нужно ПВО, в ответ, слушайте, так вы ведь и так неплохо справляетесь, вот сами же выкладываете статистику. Ну а какой ценой достигается эта статистика, говорит Коваленко. Опять же, цитата, с которой не могу не согласиться. Если в Европу и вправду хочет, чтобы Украина победила в войне, европейцам не пришлось пережить кошмар войны с Россией, тогда Украине нужно передавать вообще все, что запрашивается без задержек. Таким образом, нужно обратить внимание, что есть брешь. Что делается? Купируется. Естественно, решаются проблемы, и мне об этом рассказывали. Но как она решается? И когда она будет решена, не очень понятно, потому что, конечно, такие проблемы невозможно решить одномоментно. Они носят системный характер, и прикрывать их нужно, как вы понимаете, системными действиями, которые не рождаются за один день. Именно поэтому по Миргороду сейчас один за другим удары наносятся, и пока что их невозможно остановить. Но здесь есть и другой вопрос. По поводу F-16, о чем сказал Коваленко. Вы же прекрасно понимаете, что F-16 не может появиться в Украине, если в Украине не появится хотя бы несколько аэродромов, где для этих самолетов, крайне высокоценных для Украины, не будет налажена гарантированная защита. Что понимается под этой защитой? В первую очередь, бункеры. Только бункеры, то есть вырытые под землей, хорошо оборудованные стоянки, могут защитить украинскую авиацию, в том числе F-16, от ударов. Но, конечно, здесь возникают другие вопросы. А, например, если нужно оперативно вывести самолеты, что делать? Потому что любой бункер — это снижение оперативности вылет. А очень часто, когда идет массированная ракета, ну, обстрел Украины, F-16 должны быть наготове. Поэтому между оперативностью и защищенностью тоже возникает определенный зазор. Поэтому без ПВО на аэродромах не обойтись. ПВО не хватает. Сейчас Украина собирается в миру по нитке тех же Патриотов. Вот Германия только что передала уже третий, только со своей стороны, по счету Патриот. Сколько сейчас на вооружении Украины батареи Патриотов? Три, четыре, возможно, пять. Впереди, вероятно, от Израиля до восьми систем Патриот подоспеть. Но когда, сложно сказать. Далее. Сейчас Нидерланды, и Румыния передает еще один Патриот. Короче говоря, в совокупности Украины может однажды оказаться от семи-восьми до пятнадцати Патриотов. Но это все долгое время. Но, разумеется, Патриотов невозможно использовать на передовой. Точнее, можно. Но его легко потерять, как потеряли уже один вот так вот недавно. Поэтому больше с блуждающими Патриотами Украина старается не играть. Нужные F-16 именно они решат проблему КАБов. КАБов, которые сейчас разрушают на том же Донбассе те укрепления, которые украинцы построили еще в четырнадцатом году. Нет, F-16, соответственно, нечем купировать проблему КАБов. А F-16 не будет, пока не наладят систему защиты аэродромов. И мы видим, что пока что, если брать тот же Миргород, прекрасная иллюстрация. Одним словом, Украина достигает своих успехов в дальних тылах России. Но, к сожалению, и враг тоже не спит. И нужно понимать, что враг не стоит на месте. Враг постоянно совершенствуется. Потому что мы видим, что Россия сейчас аккумулировала все свои силы несчастного своего, дряхлеющего, умирающего цивилизационного тельца, чтобы захватить с собой в могилу Украину. И, вероятно, некоторую часть цивилизованного мира, которая не поспешит озаботиться собственной защитой. Таким образом, мы продолжим наблюдать за этой историей и дадим вам комментарии по поводу того, удалось ли решить проблему с тем же аэродромом Миргорода или вообще в целом с защитой в той же Полтавской области или защитой в других украинских регионах от, в том числе, дальних беспилотников и от Искандеров. Как известно, только патриоты могут перехватывать баллистику, а, естественно, не о каких патриотах. Без Як-52, без существенного насыщения украинской обороны средствами ЗРК малого радиуса действия, предназначенные для сбития малоразмерных целей, говорить не приходится. Спасибо за то, что остаетесь с Ньюс Эйдер. Я напоминаю, что вы можете поддержать наш канал через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. Суперспасибо от Ютуба в виде отдельных лопок под каждым нашим роликом. Большое спасибо всем, кто помогает, друзья. Мир и здоровья всем. До скорого.